И снова здравствуйте, всем привет. Итак, наверное, вы видели вот этот мультфильм про, значит, двух вот этих, как это, первобытных, которые там чудят потихоньку, да? Вот так они выглядят. Ну вот решил я их, значит, набросать, пока вот один, значит, в майке, и ещё один должен быть вот типа как в юбке в этой, да? Но это уже не проблема. Вот здесь есть отдельная вот эта вот, значит, куртка, которую Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, можно просто вот так обрезать. И вот он будет другой персонаж. Или сделать экстракт. Итак, что в этом ролике? Давайте рассмотрим, как сделать вот эту бороду. И потом её закинем, значит, в блендер. И уже подключится она к персонажу с ригом. Посмотрим, как риг устроим. Так, значит, так, вот эту бороду я пока скрою. Итак, есть у нас персонаж, то бишь его вот эта вот голова. Вот такая, значит, наносится маска. Снимаем Ctrl-Mask и изначально, с самого начала рисуем по симметрии. Симметрия – это X английская, Ч русская. Вот увидите, что две точки стоит. Значит, всё рисуем зеркально. Ctrl зажимаем и проводим где-нибудь вот так вот. Так, борода намечена. Теперь, что нам нужно? Зайти в Lipsbox, найти Fiber и выбрать именно ту вот вариацию, которая вам больше подойдёт. Ну, для бороды больше подходит вот эта вот чёрная, вот эта, вот Fiber 142 и, значит, Fiber 226. Остальные в основном используются для листвы, там, для травы, для веточек каких-то там и так далее. Ну, вот я выберу вот эту чёрную, два раза нажму, Lipsbox. И вы увидите, что вот, когда я вожу, она будет исчезать. Так что не пугайтесь, всё это нормально. Ну, вот такая большая борода нам не нужна. Заходим, значит, в Fiber Mesh, находим его. И вот здесь вот много ползунков, которые помогут всё это дело настроить. Первое дело, это, значит, мне нужно сделать её редкую. Второе, что я хотел бы сделать, это сделать её поменьше. Так, вот мы сделали её поменьше, и вот она редкая. 77 тысяч полигонов. А, да, 77 тысяч полигонов, это многовато. Здесь, значит, уменьшаем дивайды где-нибудь. Смотрим, по-моему, в нижнюю вот это, так, преференция, экспресс-курент. Ну, сейчас посмотрим методом тыка, понажимаем. Так, в прошлый раз у меня получилось 16 тысяч полигонов. Ну, вот бороду можно сделать чуть-чуть, значит, попышнее, чтобы потом можно было с ней как-то работать. Проверяем дальнейшую вот эти гравитацию. Можно сразу поставить, чтобы потом её не вытягивать. Можно её сразу раз вот так вот и растопорчить. В принципе, делать уже, ну, нечего, да? По-хорошему. Так, если посмотреть, то, в принципе, всё, борода готова. Здесь много ещё всяких настроек. Вы можете их попробовать. Тут и дивайды, и кеф, и лев. Многими я не пользовался. Борода понадобилась мне вот какой раз? Ну, раз в десятый, наверное. В принципе, я как-то больше бороды лепил. Ну, вот, решил такую вот сделать, потому что, ну, иначе пролепливать это будет ужас. И только вот такой вариант может помочь сделать этого персонажа. Нажимаем, куда? Ассет. И у нас получается 16 тысяч полигонов. Вот, всё уменьшилось, потому что она редкая. И мало вот этих вот всяких причиндалов, да? Вот, в принципе, редкая она вот такая у него, в мультфильме и есть. Так, что ещё? Теперь мы можем использовать кисточки. Кисточками мы пользуемся Grow. Это Grom Color, Grom Strong, Grom Hair. Вот, выравнивать, если вам надо, там, что-то подровнять, то вы вот можете использовать эту кисточку. Но, опять же, уменьшайте вот это её воздействие, потому что, ну, слишком будет она это дело всё выравнивать. И выравнивайте вот от этих вот краёв. Вот, я тут можно как-то сбить. Там, сейчас ещё посмотрим одну кисточку, которая более лучше работает с этим делом. Это, значит, Grom Hair. Смотрим, вот. Видите, она более ровно её это выравнивает. Но надо идти от корней. И тут кисточку можно сделать уже поменьше. И вот от корней всё это дело повыравнивать. Вот, она тут сбивается. Вот такая прикольная борода уже получается. Редкостная. Так. Тут вот есть ещё какие штуки. Тоненькие вот эти вот всякие штукенцы есть. Ну, можно как ещё сделать? Заходим в любимую мою функцию, значит, деформация. И находим Inflat. Так. Начинаем чуть-чуть всё это дело поднадувать. Во. И вот она уже почётче, попышнее. Вот такая получается штукенца. Также можно её снизу немножко подровнять. Вывести туда, куда нам надо. Кверху, книзу. Ну, чтобы была растрёпанная однозначно. Так вот. Снизу вытянем вот эти вот штукенцы. Во. Уже мне нравится. Уже прикольно. Тут где-то подровняем. И, в принципе, вот этой бородой можно уже пользоваться. Вот этой бородой можно уже пользоваться, значит, блендер. Привязывается она хорошо, там, используя аддон, можно всё это перевести, значит, потом в кривые, потом ещё как-то там настраивать. Это я потом, если кому интересно, ссылку кину на Тимура. Он это дело хорошо всё объяснил. Не буду, значит, переснимать этот ролик по вот этой штукенце. Просто вот под этим роликом кину его ролик, если кому-то надо. Ну, в принципе, у меня, допустим, устраивает вот такая вот борода. Так, пришивая, всё, как в мультфильме. Чуть я её тут выравниваю, чтобы она кверху там не задиралась, чтобы у неё кант был более-менее. А там то, что растопыренное, это самый факт, это то. И потом мы просто что делаем? Вот, 16 тысяч полигонов мы её просто экспортируем. Не надо её тут разверткой делать, ничего. Просто цвет назначим и пусть будет Fiber 9, допустим. Всё нормально. Ну, погнали в блендер. Итак, блендер. Открываем нашего персонажа. Вот такой получился перс. Анимация с Миксама, Риг с Миксама. Не стал я заморачиваться, значит, свой вставлять. Персонаж простой. Для простых анимаций, в принципе, этот Риг там а то. Ну, и для сложных тоже. В принципе, Риг хороший, вот Миксамовский. И, значит, как он называется там? Авторик. Да. Авторик Про. Тоже мне понравился. Так, добавил я дополнительные косточки на фейс лица, чтобы можно ртом было управлять. И получается вот такая вот у нас борода. Вот. Всё, она привязывается хорошо. В принципе, смотрится тоже неплохо. Растопоренная. Вот, видите, да? Плешивенькая такая. Ну, как и в мультфильме. Вот. Давайте теперь посмотрим, как и что. Так, теперь добавляем в файл импорт. Так, это у нас будет опс. Находим вот этот файбер 9. Импортируем сюда вот эту бороду, которая у нас вот получилась в процессе создания. Ну, видите, что неплохая бородка такая. Мы просто заходим и назначаем, что материал. Чёрный материал. Всё, борода у нас чёрная. Единственное, что если будет слабовастенько, вот это всё дело видно. Можно добавить модификатор, значит, Solidify. Ну, ничего, что он так это. Можно поднастроить там. Вот потолще можно сделать бороду. Прикольно будет. Поменьше, потом Sculpt Mode. Можно, значит, их немножко тут выгладить. Ну, в принципе, борода нормально смотрится. Толстенькая. Ну, считать те же кривые. Так, что ещё? File Apply. Давайте зайдём, посмотрим Sculpt Mode. Ну, вот, можно чуть-чуть её тут, кончики где-то, если слишком толстоватые, ну, чуть-чуть выгладить. Не без этого. Убрать толстые, так сказать, артефакты. Так, что ещё можно сделать? В принципе, всё. Борода привязывается к персонажу. И всё. Для такого персонажа борода, повторюсь, в принципе, самотоп. Если будет у вас слишком большой полигонаж, допустим, то здесь, видите, 16 тысяч полигонов, многоласненько, да, допустим, для вас. Для ноутбука или для компьютера, там, слаболасненький, как у меня. Ну, здесь уже decimate можно использовать в модификаторах. И чуть-чуть это всё дело уменьшить. Допустим, уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем. Где-то, конечно, видите, будут вот эти висюльки, отдельные полигоны, что не есть good. Можно использовать UV, вот этот вот понижитель. Он будет квадратами, значит, полигонами уменьшать. Этот трисами, этот полигонами, а планар так вообще, так, по нормалке, там, материал по UVS, если есть, шарп, стем. И вот, можете его планаром, значит. Оп, оп, оп. И вот у нас уже понижается, понижается. Давайте посмотрим, как она будет выглядеть. Ну, не ахти, конечно. Ну, это дело, если так, то, в принципе, тоже неплохо. Выбираем. Шейдер Smooth можно сделать. И, ну, так, в принципе, пришивая пойдёт. Если полигонаж сильно зашкаливает, то, ну, что, для мультфильма, в принципе, будет, когда свет настроится, для мультфильма, в принципе, не так уж и погано будет. Так, если децимейт, вот этот вот, то этот будет, как бы, лучше, да. Он понижает лучше в трисами, более-менее прикольно. Ну, вот, такая борода получается. Смотрим, как этот теперь уменьшится. Так, это у нас получается децимейт. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну, сильно, чтобы полигоны не сливались. Вот, нормально, уже где-то 7-6 тысяч полигонов будет. Ну, неплохая борода. Кучералая. Делаем шейдер смут, сглаживаем. Ну, и вообще прикольная. И вот 19 тысяч полигонов у меня. У меня, значит, это с этой бородой. Эта борода и весь персонаж у меня весит где-то 7 тысяч полигонов. Это, получается, борода где-то, да, с понижением у меня выходит. А, не, брешу. Борода у меня выходит где-то 6 тысяч. И персонаж, ну, где-то 4-5 тысяч полигонов. Ну, это плюс, допустим, тысяча зубы. Там еще как-то вот зубы можно еще понизить. Глаза вроде 456. Вот эти вот зрачки. Вот, персонаж вообще легкий, простейший. Ну, вот зрачки можно понизить и уменьшить. Прям неплохо, значит, еще полигоны. Так, ну, вот такая вот штука по бороде. Все, всем пока. До свидания. Если кому-то приходится этот персонаж, я еще второго сейчас вот доделаю. Подставлю ему тоже под Рикову сделаю, под Мексамовский. А, давайте посмотрим, как он тут работает, да? Так, а ну-ка, вот я его ставлю. Нормально работает. Здесь, значит, у него настроены уже косточки под рот. Вот, можно открывать. Зубы вставлены, значит, работает у него закрыть глаз, как в мультфильме. Бэнс. Нижними тоже можно подправлять тут. Закрывать, чтобы полностью. Язык еще вот можно его вставить. Также косточки работают на фейс лица, на рот. Так, это вот улыбаться ему не надо, это больше печалька. Так, и это значит, чуть вперед подводим, все-таки вытянуто должно быть. Ну и зубы можно потом уже подкорректировать. Но они, в принципе, у него торчат. Вот такая штукенция. Прикольно все работает. Скачайте, пробуйте. Alt-G, Alt-R. Все, всем пока, до свидания. Прикольно. Спасибо.